Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня мы посмотрим видос с канала Ты Слышал. Видос очень интересный и, так сказать, хайповый, правда, немного длинный. Не знаю, сколько выйдет реакция, но, ребят, как уж получится. Видос называется Guitar Battle 13 за кадром. Сергей Табачников vs Виктор Кучер. Канал Ты Слышал. Я вот что думаю только единственное. Обычно выходит сначала батл, а потом уже за кадром. Но они, видимо, решили еще подогреть народ, перед тем, как выпустят уже сам батл, сделать за кадр сначала. Ну, давайте посмотрим. Ну что, всем привет, ребят. Мы сегодня будем снимать Guitar Battle. Мы находимся в Москве, в клубе Гластенберри. И сегодня здесь будут... А, это Москва. Кстати, в этом клубе, в Гластенберри, Пап он называется. Я выступал с группой Плохие дядьки. Тут батлица Табачников и Кучер. Видите, когда начал играть, мне его музыка оказалась больше по душе. Ну, у меня предвзятое, как бы, мнение, понятное дело. За Серегу. Мне кажется, победит клевый гитарист. Вот это нормальный чувачок. Тут совершенно не главное, потому что это классная движуха. Я буду выигрывать талантным. Я буду выигрывать, как культурный человек. Я буду выигрывать, как культурный человек. Так, посмотрим. А перед тем, как мы начнем, наша уже, можно сказать, постоянная рубрика «Прокачка гитар». И смотрите, что у нас здесь есть. Это гитара, которую я сделал сам. И сегодня мы коснемся снова темы потенциометров. В одном из прошлых выпусков мы ее уже касались. Как вы знаете, ручка потенциометра – это не просто громкость, а высокочастотный фильтр. И когда вы ее крутите, возникает ощущение, что вы как будто бы убавляете гейн на своей гитаре. Потенциометры бывают совершенно разные, разных моделей. Бывают 250 кОм, 500 кОм. А на старых телекастерах, например, стояли потенциометры в один МОМ. Типа «фак» написано, только «ю» перевернули, и получилось как «н». Странно. И они влияют на яркость гитары. То есть наш высокочастотный фильтр позволяет сделать звучание гитары ярче и как будто бы добавить гейна. И в общем, я психанул и поставил себе как раз-таки потенциометр в один МОМ. И теперь моя жизнь изменилась, и мне не нужны грелки для всяких усилителей, потому что яркость гитары и ощущение перегруза стало значительно больше, как и больше стекла. И если ты сам хочешь экспериментировать со своей гитарой, ставить себе потенциометры, звукосниматели, переключатели, или, например, просто хочешь купить себе жидкость для того, чтобы очищать гриф, и чтобы у тебя не оставалось следов от пальцев, ты можешь сделать заказ на струнке.ру, и тебе привезут всё необходимое для твоих экспериментов в течение двух дней. Ну а мы давайте смотреть дальше Guitar Battle. За кого сегодня болеешь? Ну, на самом деле, он мне дал время, чтобы я сориентировался. Я буду болеть за музыку, за всех. За всех людей, которые сегодня придут на это прекрасное мероприятие. Нет, на самом деле, вот, видите, вот этого человека в кепке, и я сегодня в его команде. Круто! Вы долго готовились? Нам дали... Вот из группы Grizzly Knows No Remorse все чуваки какие-то прикольные, то есть все харизматичные, все реально такие прям артистичные, прикольные чуваки. Ладно, я, может быть, проспойлерю, надеюсь, это не будет раньше интриги. В общем, ситуация такая, там у ребят что-то не срослось, или я не знаю, что получилось. Возможно, было очень мало времени подготовку, ну, российский шоу-бизнес. Вот, получилось так, что нам, видите, вот мне вот позвонил, когда это было в пятницу. Я, значит, пришел после работы, включил Sony PlayStation, врубил там Resident Evil, на загрузку поставил третий, и в трусах такой, ну, валяюсь вот так вот. И он мне набирает, говорит, ты хочешь на гитарабатле поиграть? Я говорю, ты и дурак, иди в жопу. Ну, как бы, что это такое вообще? Хватит мне прикалываться. А оказалось, это правда. Вот, и мы репали, получается, вчера и сегодня, но и все. И все? Да. И ты сегодня здесь. Да, я на самом деле мало с гитарой так, ну, именно в этом смысле связан, и поэтому очень все это лестно и очень приятно здесь находиться. Это правда. Блин, крутяк, спасибо. Я только не знаю, кто этот чувак из Грильзы No Snow Remorse. Что-то я там пропустил надпись, но не суть. Я не пойму, это там Асти Макбрейн, что ли, ходит? Или что это за? Да, Асти Макбрейн там ходит наверху, с коронавирусом. А сейчас я хотел... Тогда он еще был без коронавируса, вроде как. Чтобы поблагодарить московскую группу Atma за то, что поддержали наш канал. Парни летом выпустили свой первый альбом, а уже в сентябре вернулись с новой песней и первым полнометражным клипом «Город». У ребят из Atma запланировано еще несколько релизов в этом году, так что... Что-то я уже подустал, 4,5 минуты и все, реклама, 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 реклама. Что подписывайтесь на них в социальных сетях, чтобы ничего не потерять. Все ссылки в описании. Короче, у Кучера, получается, и у Асти Макбрейна одного одинакового цвета гитары. И похожая очень. И, короче, капец. А вот другая гитара. Козел, вы сказали, что у тебя болеет сегодня. Да? Ты меня болеешь? Да. Спасибо, Андрю. Ну, это чисто я подсуживаю. Ну, как бы, нечестно, конечно. Спасибо, Андрю. Спасибо. В общем, главный вопрос. Какие особые приемы ты сегодня будешь использовать, чтобы победить? Блин, это сложный вопрос. Это будет левая рука, правая рука особой приемы. Будет очень хитрый строй на одной гитарке. Вот. Будет вот такая маленькая гитарка. Вот. Да и, собственно, все. Я не знаю никаких хитрых приемов. Все уже давно придумано. А, вот эта вот коричневая гитара, да? Да. Вот она ко мне пришла вчера. Это... Сейчас минутка рекламы. Да. В общем, наши ребята, Лайка Гитарс, у них есть такой еще аккаунт Russian Travel Guitar. Короче, они делают очень классные маленькие гитарки. Я вот решил один трек сыграть на ней, потому что они реально очень крутые. Классные, удобные, звучат. Короче, вот. Одно из секретных оружий, скажем так. Ты волнуешься? Интересно, что за гитара такая. Сейчас посмотрим. Много, да. Вижу еще таких гостей. И теперь еще страшнее играть. Потому что ребята очень шарят. Засудят. А потом еще в интернете посмотрят, подзамеряют там, типа, тайминг. Я же не топлю за тайминг, за это все. Я же рок-н-ролл. Ну, типа, какой тайминг? С ума сошли. Я таких слов не знаю. Я таких слов не знаю. Вот. Не, на самом деле, как минимум, я надеюсь, что будет весело и классно. Я желаю всем получить удовольствие от этого мероприятия и кайфануть. Надеюсь, ничего не навернется со звуком. Было много препятствий, но мы вроде как все преодолели. Должно получиться прикольно. Оппонент сегодня серьезный у тебя? Серега, блин, я подслушал немножко треки. Нет, все хорошо. Серега, во-первых, классный музыкант. С интересными мыслями. Техничный и веселый. Еще он в костюме. А я вон, как оборванец. Ну да, тут надо сказать, что Сергей Табачников, он, конечно, очень харизматичный. То есть он, благодаря своей харизме, по сути, и YouTube-канал свой раскрутил, и все его там первые видео. Ну, вообще, он шоумен крутой. То есть вот он, как ведущий, был бы офиген, офигенным на самом деле. Цветовой гамме. А, ну, это плюс, это плюс. А сложно играть вот около сцены? Ты же слышишь, по сути, только с монитора все. Ну, сложновато немножко, то есть там в какие-то моменты приходится играть наугад, но в целом, короче, можно привыкнуть. В целом окей, нормально, я думаю, что... Ну да, получается, у него звук с задержкой чуть-чуть идет от музыкантов. Он так достаточно далеко, я так смотрю, стоит. То есть, получается, надо в ушных мониторах играть. А, ну у него просто мониторы стоят, да, он сказал, что мониторы стоят, и звук-то из мониторов лучше слушать, чтобы четко попадать гитарой. Потому что если будешь слышать звук оттуда, то ты просто не попадешь. Потому что он оттуда, задержка идет, и будет каша в итоге. Последние гитар-баттлы, которые я смотрел, там человек, который побеждал, он либо прыгал за установку, либо что-то такое делал. Ты планируешь сегодня? Я старый больной человек, у меня болит спина, шея, прыгать, это не мое, я это, устал. Да нет, ну какой, я это, скажу спасибо. Хотя, ну, вы же понимаете, что это же, ну, типа, рок-н-ролл. Да, и, типа, во-первых, победа тут совершенно не главное, потому что это классная движуха, и мы просто, ну, типа, весело проводим время. А победа это уже вот для комментаторов, писать там, кто там что делает. Вот, да. Спасибо тебе, посмотрим, кто победит, и поболтаем еще после... Ага, все, желаю. Кстати, хочу напомнить, что Сергей Табачников слился с дебатов с фред-гитаристом. То есть я ему написал в личку, и он ответил, что, ну, он, я нашел его видос, его постили даже в хейт-паблике там, что где он говорит, давай, Юра, сядем за круглый стол, обсудим за музыку, поговорим, раз ты не хочешь гитарный баттл, давай дебаты. Это было еще давно. Вот, и я увидел этот видос, написал Сергею Табачникову, он мне ответил просто, мне это неинтересно. То есть, ну, как бы, по их логике, когда они говорили, что все сливаются, то по их логике слился, Сергей Табачников слился с дебатов. Так что, если вдруг он не засыт, то пусть приходят на дебаты на около музона, устроим дебаты с фред-гитаристом. Пожалуйста. Вот, пишите в комментариях им там, почему Сергей Табачников слился с дебатов. Всем классно провести время. Всем победить. Всем победить, да, побеждайте все время. Вот, всем ура. Говорите, когда начало и начнем. Ребята, ребята, минуточку внимания. Сейчас снимаем техническое интервью, надо молчать. Помолчим пять минут, он закончится, продолжим. Окей? Все, пишем. Здравствуй, друг мой Табачников. Что он там, с бухлом, что ли, опять? Или что это у него в руке? А, это Zoom. Это Эмбер, 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 Нано, Санберст. Что это? Не влечетное, это Эликс. Ну вот. Все. Больше под ногами не будет ничего. У меня, знаешь, с другой стороны есть парк, интересный фармин. Это вот такая гитарка, на которой мы пробовали проверять, насколько дебе влияет на звук. Отрезали, отрезали. И вот, в целом, кажется, что влияет. Звучит, да? Прекрасно. Я тут недавно наткнулся на гитарки, именно тревел-гитары для путешествий. Они сделаны еще меньше, и они просто как один гриф такой идет. Вообще прикольно, мне понравилось. Вот это она такая прикольненькая, но она не очень маленькая. Она достаточно большая все равно. Ну что, ты готов к возвращению на гитар-баттл? Да, замечательно. Замечательная вечеринка. Мы долго готовились. Примерно день. Какие приемы ты сегодня будешь использовать, чтобы победить? Вот такие. Коричневая нота называется. И еще я поставил себе винтажный требел-бустер в педалборд. Ну и у меня лэспол и костюм за 4000 евро. То есть ты, короче, как Бэтмен. Да, да. В общем-то, уже можно не играть. Можно сделать вот так. Я буду выигрывать бабками. Да? Но это не поможет. А я буду выигрывать... Не надо за меня говорить. Я буду выигрывать совестью. Я буду выигрывать талантным. Я буду выигрывать как культурный человек. Скажи пару слов про оппонента. Вызывал ты другого оппонента, а будешь играть с этим? Ну, Витя обещал выучить песни того. И мы должны были с Холестом. Это они что, про Фреда, что ли, что он вызывал? Ну вот. Ты вызывал его на дебаты. Как бы я тебе предложил провести на моем канале. Ты слился. ...в нечестной схватке. Но в итоге Витя решил играть свои песни, которые оказались очень интересными. Поэтому однозначно это будет классное шоу. И еще такой вопрос. Смотри, вот он играет через Helix, да? Line 6. А у тебя раз, два, три, четыре, пять, шесть примочек. Это тебе в плюс идет или в минус? Я ненавижу цифровый звук. Да? Вот видишь, у меня наколка есть тюремная. О-о-о! Это лампа. Да, да. Это крутые гитаристы бьют лампы на спине. Вот чтобы вы понимали. Это... Кстати, татуха прикольная, но она, мне кажется, не в прикольном месте сделана. Не знаю. Хотя он, наверное, делал ее, чтобы... То есть это правая рука. Не, ну даже странно, как ее... То есть, допустим, даже на левой, наверное, лучше было бы, чтобы видно, когда он выступает. А тут, получается, он как играет... То есть он ее загораживает, получается, всегда, даже при игре. То есть можно только вот так показать. Не знаю, странно. Где-то на более видном месте было бы прикольно. Может быть, как раз вот эту лампу надо было бы набить вот здесь вот. То есть вот здесь. И ты играешь, вот здесь лампа, и это было бы, по крайней мере, как-то прикольно. 34, а вот так 6L6. Спасибо. Посмотрим, кто победит. И рукопожатие локтем... Нет, нет, не надо было трогать, надо было локтем удариться. Чтобы антикоронный... Кстати, мне, Сергей Табачников, я с ним сфоткался на музыке Нам Мьюзик, который в Сокольниках проходит каждый год. Я его увидел, там должен был что-то вести на отдельной сцене. И он стоял просто как зритель и смотрел на сцену. Я подошел, говорю, может сфоткаться. И я хотел ему пожать... Ну, я протянул руку. Привет, может сфоткаться. Вот. Он такой, не, руку не жму. То есть он мне не пожал руку. Вирус. А тут сразу же. То есть не будем целоваться? Нет, не в этот раз. Тогда еще коронавируса не было. Хуйня. Понятно. Ладно, как говорится, встретимся в аду. Спасибо, что позвали. Хотя вы меня и не звали, это я вас позвал. Ладно? Ладно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот видите? Блин, это вообще как будто как будто одинаковые две одинаково состаренные просто одинаковые гитары. Реально. Вот здесь, смотрите, выемка у него. И вот здесь выемка такая типа состаренная. От руки здесь. Там я не вижу. То есть, короче, блин, это как-то неприкольно. Просто с одинаковыми гитарами. Причем, если бы две черные были, ну еще ладно. А тут такой цвет вроде как такой необычный для гитары. Немного у кого такой цвет. И просто одинаковые. Хреново. Надо было хотя бы сказать этому Акси Макбрейн, чтобы он другую гитару взял. Если уж Кучер тут главная звезда как бы. Ну, Кучер и Табачников. Привет. Как ты думаешь, кто сегодня победит? У тебя есть догадки? Да, мне кажется, победит клевый гитарист. Хороший такой. Они оба клевые. Но победит тот, который прям ништяк будет играть. Прям достойно очень. Ты сейчас посмотрел примерно как все это происходило на саундчеке. У тебя есть какие-то... Не знаю, ребят. На самом деле скучновато смотреть. Капец. Не знаю. Как-то, блин, что-то не хватает. Не пойму, почему скучно. Какие-то предпосылки к будущему батлу. Все пытаются что-то шутить. Как-то типа то ли сама движуха, что ли, этот гитарный батл скучный. То есть что-то они спрашивают. То есть интереснее, может быть, было даже посмотреть, какое у кого оборудование. Хотя они так вскользь пробегают, но как-то не знаю. Короче, не знаю. Что-то почему-то скучно. Я не пойму даже почему. Вроде и разговорные какие-то вещи. Наверное, знаете, что, ребят, я скажу, наверное, скучно. Наверное, потому что нет конфликта. То есть вот реально я не хочу победить. Это просто движуха классная. Тут главное не победа. Блин, тогда это не батл. Это просто джем. Просто вы сделали джем и все. Ну, как бы, ну, молодцы, сделали джем. Миллион джемов было. Вот каждый, не знаю, там каждую неделю в Москве, там в каком-нибудь клубе Козлова, там проходит джем. Ну, не каждый. Ну, короче, дофига таких тем. То есть, типа, где батл, ребята? Где батл? Где конфликт? Где состязание? Но если ты спрашиваешь про Витю и Сережи, то мне просто кажется, это будет очень угарно, потому что они оба очень экспрессивные, угарные ребята, а экспрессивность, экспрессивность, это вот то, что я очень ценю в гитаре. То есть я не люблю, когда очень заумно и скучно. А они вот как раз вкладывают энергию, и вот это прям вот, мне кажется, будет очень интересно послушать. Ты, если я не ошибаюсь, играл вместе со Смольским. Да. Можешь прокомментировать батл, как это вообще было волнительно, сложно, с таким оппонентом тоже? Ну, скажем так, перспективу играть батл с кем-то я рассматривал, но точно не со Смольским. То есть даже как вариант. И поэтому мне пришлось иначе подойти к материалу, потому что просто когда перед тобой вот человек с такими характеристиками и данностями, да, то как бы 80% трек, которые есть у меня в руках, ну, даже 90%, они как вариант отпадают. И мне даже пришлось делать, ну, практически новый, в который там вкомпоновать все и сразу. Вот. Я-то пишу музыку, потому что, ну, вот, мне нравится выражать так идеи, да. А Смольский, он как человек более такой, скажем, по европейскому складу строящий карьеру, тем более, как такой вот официальный виртуоз. У него любой трек, он как бы является очень мощной демонстрацией его скиллов, а у меня нет. Тем более, как бы формат обязывает это все сократить до трех минут. Вот это был основной выход из зоны комфорта, скажем так, вот, что пришлось адаптироваться под эти условия. Ну, плюс у меня на тот момент не было моей основной гитары, которая была потеряна, мне пришлось очень срочное. Я буквально завтра выложу подробный ролик на эту тему. Сейчас я играю на Джексон, на баттле я играл на Карвин, гитару мне не вернули, частично возместили, судиться дальше, пока не стали, в силу кризиса. Давай коротко совсем для ребят, кто не в теме, расскажем, что с гитарой произошло. Да, по поводу Смольского, то есть, я смотрел этот баттл, ну, Смольский, конечно, там первый трек прям вообще огненный был. Он еще такой, типа, чувак такой харизматичный, такой улыбается, такой навеселе, то есть, вот он прям не задрот, то есть, вот он прям, он и технарь хороший, и играет круто, и при этом всем, он еще такой рок-н-ролльщик. Мне понравилось очень, как Смольский играет. Ну да, там Изотов гораздо слабее смотрелся, конечно, но если, в принципе, мне кажется, все гитаристы, у которых есть скил, они его в своих песнях так или иначе демонстрируют. То есть, я не знаю, просто, если ты тренируешь, прокачиваешь свой скил, то зачем ты его прокачиваешь, если ты его не используешь, да, как бы, то есть, ты по-любому будешь его использовать, и как бы, не важно, какую ты музыку пишешь. Просто понятно, что он говорит о том, что мне пришлось готовиться еще мощнее, чтобы совсем не выглядеть жухло, да, то есть, если бы оппонент был не Смольский, он бы мог вообще взять обычный трек Изотов и как бы сыграть, и против, там, не знаю, 80% тех, кто был на других гитарных баттлах, там, типа, Брославский, например, там можно было просто всех просто разорвать, а тут как бы нужно было все-таки устоять так достойно, ну, в принципе, он тоже там неплохо смотрелся, нормально. У меня авиакомпания Аэрофлот потеряла багаж в виде гитары и процессора, он пропал, был украден, вывезен в Иран, и там обнаружился, да, и там обнаружился факт попытки его толкнуть в магазины музыкальные. Слушай, но это жестко, а это тебя сильно подкосило перед баттлом? Это было не перед баттлом, а просто баттл, объявился как бы в ноябре, а гитары у меня основной, ну, как бы не было. Задачи баттла и задачи, ну, как и что играть, он показал бы, ну, там, на 95%, скажем так, да, то есть даже близко не было. То есть первое, это мне пришлось искать замену, прям, вот, срочно. А сложно перейти так резко на другую гитару? Ну, надо просто много играть, а что еще делать-то можно? Насколько вообще отличается выступление с группой, на концерте от выступления на гитар-баттле? Лично для меня во время выступления практически ничем. То есть все, скажем так, волнения и какие-то, ну, скажем так, моменты, требующие определенной подготовки, они были до этого. А по ощущениям, это как я выхожу, играю концерт. Ну, то есть весьма привычно. Не знаю, странно. То есть на концерте, например, допустим, если я играю, то, ну, даже если я, допустим, условно играю в кавер-группе, я там не главный, на кого все смотрят. То есть я могу там накосячить, могу просто там не особо спрыгать. То есть я вообще-то второстепенный персонаж, допустим, да, относительно. Если я играю, например, в плохих дядьках, то я там фронтмен, то на меня как бы все смотрят, но я прекрасно понимаю, что я играю, там я могу ошибаться, никто этого даже не заметит. Мне надо просто уверенно выглядеть на сцене, общаться с публикой и как бы все, вести концерт, грубо говоря. То есть да, а тут получается гитар-баттл и тут все как бы, тут по сути соревнования техники. То есть понятно, что у них, конечно, никакое-то не соревнование, но так или иначе, то есть если бы условно был бы баттл, например, с Фредом, то все бы там стояли и миллиметры высчитывали, как бы кто как в тайминг попал, кто не попал, кто каким кончиком сыграл. То есть вот, и это, мне кажется, другое должно быть абсолютно ощущение. Плюс прям, то есть смотрят именно на тебя, именно на твою гитарную игру. То есть как бы так мало где смотрят, прям пристально. Так что странно, что у него такие же ощущения, не знаю. Прикольно. Я ожидал, что будет хуже. Было вполне себе так же, как всегда. Но ритм-секция, мы с ними прогнали один раз, то есть, ну, это имеет определенное значение, да, хотя там играли очень клевые ребята, и в целом все было как надо, но все равно это же такие нюансы, которые отрабатываются долго. И с этими сложностями сталкиваются все участники баттлов, которые играют не со своим родным составом. Я знаю, что у ребят на баттлах такая проблема, что ряд гитаристов отказывается, потому что боятся, что это будет там репутационный какой-то ущерб. Послушают их потом в записи, скажут, они там не очень сыграли, там звук не такой. Ты как вообще к этому относишься, и что про это думаешь? Я не знаю таких людей. То есть, нет, я знаю тех, кто как бы отказывался, да, но я не знаю по каким причинам. А я имею в виду, как ты сам вообще относишься к такой ситуации? Стоит ли, ты поучаствовал в баттле? Я думаю, что тут ситуация такая, что просто люди, которые работают в нормальных коллективах, у которых все хорошо, которые играют, и им вообще этот гитарный нижний интернет вообще как бы ни о чем. Им просто это не особо нужно. То есть, просто зачем? То есть, это знаете, ребят, как люди приходят на интервью, они всегда приходят зачем-то. Они не просто так приходят. То есть, если человеку ни копиар, ничего не нужен, то он не пойдет. И тут то же самое. Ну, допустим, представьте, есть какой-нибудь гитарист, не знаю, там, допустим, взять того же Корнея, допустим, вот я его знаю, да, лично, как бы. Он играет в Nike Barzov, там еще в кучу проектов, там кучу группам записал там гитару на студии и так далее. Вот. Ему, допустим, предложат вот этот гитар-баттл поучаствовать. Он просто подумает, типа, а зачем ему это? То есть, как бы, если он хочет, допустим, создать свой канал на YouTube, как-то начать там какие-то, не знаю, уроки, там еще что-то преподавать, показывать, и вести, ну, какую деятельность на YouTube, окей, он согласится 100%. Но если ему, он не хочет выходить в YouTube, а он хочет продолжать записывать на студии артистам всякие партии гитарные, плюс работать как сессионный музыкант с артистами тоже на сцене и всякая такая вот жизнь. Зачем? Просто какой смысл готовиться, приходить сюда? Он только может действительно потерять репутацию, хотя репутационно тоже не потеряет, потому что, ну, кто это смотрит? Это только мы все, вот, YouTube-ные диванные гитаристы смотрят. Вот. А так это никто, никому это не интересно, людям это не интересно. Ну, то есть никто эту движуху особо не смотрит и не парится как бы. Поэтому, но, придя сюда, например, этот музыкант, он, плюса ни одного нет для него, только минусы. Это заморочиться, потратить день, это, наверное, какая-нибудь суббота, а в выходные все музыканты заняты. То есть это надо променять свой гонорар какой-то на вот эту вот движуху. Тут много не заплатят, это 100%, да, а то и вообще бесплатно, например, ну, или какой-то там минимальный гонорар тебе оплатят, дорогу, еще что-то. Вот. То есть сырную мясную тарелку дадут. И, короче, то есть как бы, вот, кстати, да, сейчас скажу еще, почему скучновато. Так, и, значит, поэтому не идут, а минус может быть. То есть, допустим, да, реально, он сыграет плохо, допустим, не очень, да, или просто проиграет, просто проиграет. И все потом будут говорить, вот, ты такой вроде крутой музыкант, а тут проиграл. Допустим, как-то это всплывет где-то, ну, всякое же бывает, да, что угодно можешь там случайно хайпануть. То есть просто нет смысла. И поэтому я думаю, что многие отказываются, кого они зовут, вот из таких вот, из реально действующих музыкантов. И временно это просто не нужно, просто нет смысла как бы. Такая движуха тут происходит, детский гитарный батл, который ни хрена не батл, а просто джем. В джемах все тысячи раз участвовали. И по поводу того, что почему видос мне кажется скучным. А я вот сейчас понял, почему скучный. Потому что все вопросы, все ответы, это просто поверхностные слова. То есть вот ни одной интриги никто не сделал. Даже я в своем видео сейчас сделал интригу. Я сказал про Табачникова, что он слился. Я вот тут как-то поспорил, еще что-то. У них ни одной интриги. То есть он говорит, я не знаю таких музыкантов, кто отказывался. Нет бы хотя бы сказал, ну что, правда не знает? Ну окей, ну может не знает. Ну странно. Допустим, я бы хотел узнать, какой гонорар получают музыканты, которые участвуют в гитар-баттле, какие призы, какие гонорары там еще кто-то получил. Такие вещи, такие вот. Вот Дудь, например, он этим и взял в интервью. То есть он спрашивал такие вопросы, которые никто не задает. И в этом был кайф. И надо было как-то на них отвечать. Вот. Тут как бы, ну типа, знаешь, таких многие отказываются. Не, не знаю, как бы. Ну с первого момента, когда я знал о, ну подтвердил свое участие, я понимал, что для меня это, ну шажочек. И мне надо вот выполнить определенные цели, тем более, что оппонент обязывал. Потому что я повторюсь, что если бы это был кто-то другой, если бы это был браславский, то можно вообще бы был не готовиться. С хода импровизацию просто фигачить. Как это, как у рэперов фристайл просто. Я гораздо быстрее, как бы, иначе бы готовился. Какой был фидбэк после батла? Что, был, и был ли он? Да, вот это интересно. Да, он безусловно был. Он был именно такой, какой я его и ожидал. Есть такое золотое правило, 80 на 20, да? 20 процентов аудитории, которые посмотрели, они безошибочно поняли все, что я хотел донести тем, что я играю, как играю, они следят за тем, что я делаю. И остальные мнения мне, в принципе, не очень важны. Ладно, спасибо тебе большое. Может быть, поговорим еще после, боже, тоже обсудим. Всем удачи. А мне почему-то до последнего казалось, что это в Питере был батл этот, а он, оказывается, в Москве был. То есть, но я не мог сходить. Я думал, почему я не мог сходить-то, кстати? Почему я не мог сходить? Что-то, что-то в этот день было, я работал, что-ли? Что-то я не помню уже. Давайте, ребята, музыканты, выходите. Ты че, член нарисован на стене? Ну-ка. Ха-ха-ха. Что это? Раз, раз. Ну что, работает все, да? Ну что, ребята, все нормально? Мы можем начинать? Привет, Москва! Это 13-й гитарный батл. Меня зовут Сергей. Многие называют меня мистер Сергей, потому что они хотят огрешить на мою фамилию. Вот опять же, я просто не понимаю, ну че, почему, в чем проблема поставить микрофон участникам? В чем ваша проблема? Ребята, зачем тянуть вот так вот руку? Зачем? Че это за бред? Я просто, реально, я не понимаю этого просто. Может быть, кто-то в комментариях объяснит? Я уже, я год, блин, два года назад снимал видос, когда говорил еще про четвертый гитарный батл, или про третий, или про первый вообще, что типа, поставьте микрофон на участникам. Они наверняка, ну, я не знаю, может не видели, конечно, мой видос, но кто-то им должен был об этом сказать, но ребята, вы че, не видите, что это какой-то бред? То есть, понятно, что это гитарный батл, что ребята играют на гитаре, но тут им задают вопросы, и приходится тянуть. Сейчас этот, например, кучер, там, какую-нибудь шуточку пошутит, его никто не услышит. Ну, че за бред-то? Почему нельзя сделать общение между музыкантами? Блин, от нервов уже все валится, наушники. Я просто этого, я не врубаюсь, реально, объясните мне, народ. Но многие меня знают под псевдонимом Марк Иванович. В основном, эту часть вырезают потом на монтаже, поэтому все, что я говорю, не имеет никакого значения. Можете просто называть меня Сергей Табашников. Это я. Не понимаю просто. Я так и стричь его не умею. Я просто Виктор Кучер. Рад вас всех здесь видеть. Я думаю, что будет классный вечер. Всем хорошо. Вон стоит стойка. Вот я ее вижу. Вот, смотрите, ребята, вон стойка стоит. Сейчас. Я думаю, что будет классный вечер. Сейчас на паузу нажимаем. Вот, вот, стойка. Раз стоит. Два. Без микрофона. Вы что, а это, кстати, я так понимаю, из группы Нервы, что ли, Женя, вот это из группы Нервы. Вокалист. Не знаю, сейчас посмотрим, ладно, кто там в жюри. Блин, в чем проблема поставить стойку ребятам с микрофоном? В чем проблема? Супер! Тут уже, на самом деле, почти все показали. Я не знаю, что будет в самом гитар-баттле. Показано. Милевские, это гитары, что ли, они делают? Что-то знакомые. Добро Theater. Суперкнули. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот этого чувачка я знаю слева, басиста. Он, кстати, работает администратором, не знаю, как сейчас, но работал очень долго на репетиционной базе Underground. И я его там видел, и я просто смотрю как-то, знакомое лицо, думаю, откуда я его знаю. Потом понимаю, что это басист группы Grizzly No's No Remorse. То есть он реально, ну, такой прикольный чувачок, кстати, он такой прям вежливый, прикольный администратор. Вот. Так что мир тесен, ребята. Видите, музыкой невозможно одной заработать. Приходится работать еще на всяких реп-точках и прочей фигней заниматься. Вот такая вот вам инсайдерская информация. Кто в курсе, кстати, кто репет на Underground базе, напишите в комментариях, он до сих пор там работает. Я просто что-то давно на Underground не репил. Я репил в Red Gates, это тоже здание, только надо в другую сторону чуть-чуть идти. А в Underground что-то давно мы уже не заезжали. Прежде всего, я рад тебя видеть снова на гитар-баттле. Локтем, да, коронавирус, ребят. Соблюдайте все правила. Как тебе сегодняшнее действие, чью игру ты можешь выделить? Какой локоть? Вы стоите, вот, у вас бактерии летят друг к другу. Чего вы тут комедию-то ломаете? В той или иной степени. Вот это вот все, знаете, это все какое-то наигранное. Какой-то коронавирус, какой-то локтем. Как будто вы, как будто вас заставили для первого, вот, реально, как будто вас для первого канала этот баттл вы снимаете. Чтобы, типа, людям показать свою пропаганскую вот эту тему, что вот локтем, вот коронавирус. Просто, просто, зачем вы это делаете? Вы все стоите близко, все так просто здоровы, и локти только у вас на эту камеру идут. Вот, я не знаю, вот, это не рок-н-ролл. Это не рок-н-ролл, это просто поп-шоу, попсовое шоу. Поп-баттл, я бы его так назвал. Ну, мне очень понравились оба. Все очень круто было, очень все качало. Мне, конечно, понравился больше Витин коллектив. То есть, вкачивали они, конечно, покруче, но ребята с играней. То есть, они давно играют вместе, мне кажется, больше. Очень круто, очень жирно. Витя, когда начал играть, мне его музыка оказалась больше по душе. И это тот случай, когда ты еще вроде не знаешь композицию, а просто слышишь фирма. Все. То есть, мне это зашло, да, очень фирма. Кстати, реально, от группы, которая тебя поддерживает, от игры группы, очень сильно зависит, как вообще воспринимается в целом все. То есть, если, допустим, ты будешь супер плевать по таймингу соло и так далее, а группа вся кривая-косая, там играет еле-еле, то твое соло будет не так слушаться абсолютно. Поэтому это важно. Фирмовое звучание очень круто. Но у Табачникова, Сереги, тоже очень интересные композиции. Они такие, ну, чувствуется, что он находится в неком таким... Он закончил свой поиск творческий и уже приблизился к тому, наверное, к своему какому-то эталонному звучанию. То есть, он, конечно, звучит фирмово, действительно, по-своему, индивидуально круто. Серега, он играет через все аналоговое. Вон у него там этот фендер, да, педалборд. А у Вити как раз был процессор, да. Ты как думаешь, это как-то повлияло на результат и на эффект вообще? Не, вот Витя, он очень такой стеклянный чел. Он очень любит стеклянный звук. И он очень круто прозвучал, очень живо. То есть, ну, процесс не сожрал у него звук. Поэтому Витя крутой, Серега тоже крутой. Ты, кстати, сам как вообще? К братцам больше тяготеешь или к аналоговому оборудованию? Ну, процессор, это, так скажем, наверное, менее затратно. Потому что с нынешним курсом, конечно, собрать фидалборд, это, наверное, как крыло самолета стоит. Процессор дешевле. Помню, раньше были времена, когда каждый... Ну, кстати, не знаю насчет крыла самолета. Конечно, если покупать самые дорогие педальки, да. Если покупать какие-то педальки от Ярасова по 3,5 тысячи, то можно дешевле, чем процессор собрать, педалборд свой. Но все равно тоже дорого. Все равно дорого. И плюс такой, что как бы за процессор надо сразу же выложить кругленькую сумму. А все-таки педальборд можешь потихонечку собирать. То есть, допустим, вот я играл с плохими дядьками, у меня вообще кроме двух овердрайв, дисторшн и чистый звук вообще ничего не надо было. А потом понадобилось, и уже начинаешь собирать потихонечку. Там одну педальку, вторую, третью, четвертую. Педальборд откроется. Звук дерьмо прям. Тепло, огромный педальборд. Мы играли, тут он по центру сцены положил. Я говорю, Дим, ну а это как-то это, убрать? Выступает твой педальборд, говорю. Да, ну я на самом деле просто честно не избалованный звуком. И там у меня аксы есть. То есть, ничего более крутого, например, у меня не было. Поэтому особо, ну есть чем сравнить. Но в принципе я к цифре нормально отношусь вполне. Особенно в концертных условиях вообще без проблем. Потому что даже на записи-то можно нормально. А на концертах все круто. Потому что цифра порой даже лучше как-то рулится. Ты приехал сразу... Считается, наверное, да? Ну, свой звук. Ты приехал, у тебя всегда стабильный звук. Ты в линию воткнулся и все. Сколько раз я выступал, вообще проблем нет. Супер. У тебя есть ностальгия по гитар-баттлу? Ты же тут тоже участвовал, играл. Это было круто. Я бы, наверное, еще раз выступил. Мне кажется, за этот год я набрался опыта. И мне было бы менее стремно, чем в тот раз. С кем бы ты хотел сыграть? С Витей Гучером. Крутой чувак. Как раз у него будет второй раз у тебя, а у табачника уже был. По секрету могу сказать. Вот тут все ощущают этот баттл не как баттл, а как джем. То есть вот он сыграть хочет. То есть в чем смысл, что когда, допустим, бокс, там, ММА или любые, там, борьба, там смысл в том, что ты хочешь победить. Победа нужна. То есть все понимают, что может быть какая-то ситуация, может быть там это. То есть, ну, как бы всякие, но все хотят победить. Все хотят как можно больше побед. И баттл, это как по идее подразумевает. Но тут это не баттл. Тут он хочет с кучером поиграть. То есть я бы, ну, допустим, кто там на тебя говорил, что ты там слабо играешь, например, или еще с кем у тебя конфликты. Я бы вот с тем хотел. Вот так должно быть. Я хочу вот этого вызвать. И его там, грубо говоря, там, я бы сказал, я хочу Маклауда, как бы, ну, с Маклаудом порубиться, например. Чтобы показать ему, что я умею играть металл, а он думал, что я не умею ничего играть. То есть, ну, типа того должно быть. То есть должны быть реальные какие-то терки. Что я Витя уже звал. И просто так получилось, что он не мог. Ну, у нас музыкантов концертирующих. Очень много всяких бывает проектов, и порой время не получается найти. И он что-то, как бы, мы в течение полугода, наверное, с ним общались. И он так, ну, блин, что-то не могу, не могу. Я говорю, давай Тепло. На самом деле, то, что с Тепло побатлились, это было вообще очень круто. Я хотел найти себе кавер-группу, и Тепло, собственно, меня с ребятами свел. Да, поэтому все не зря. Вот. Можно и с Тепло, конечно, еще раз, но лучше... А, то есть ты в кавер-группе играет, Юдин? Прикольно. Коллега, так сказать. С Теплоом я уже играл второй раз, а с Витей еще не раз. Ну, да, я, если честно, с теплотой вспоминаю тот батл. Тем более мы еще тоже снимали, это было очень круто. Ладно, спасибо тебе. Блин, прости, я, наверное, не привыкну к этому. Я надеюсь, что не надо привыкать к этому, потому что, ну, его... Не надо просто эту показуху с этими локтями делать. Как будто он прикалывается, смешно выглядит. Кто-то крикнул, ху! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, какой-то он прям слишком стеклянный, такой прерывистый, обрывистый, какой-то резкий. Как-то прям как будто не сочетается, хрен знает. Ты за кого изначально болел? Ну, у меня предвзятое как бы мнение, понятное дело. За Серегу. За Серегу? Конечно. Вот единственный человек, который пошутил смешно, вот прям просто нормально пошутил. И это даже настолько он всегда ожидает ответ, то есть он знает, что ответит. То есть для него... То есть в этом и суть, что он задает вопрос, на который он знает ответ, который будет. И тут он не ожидал, что... Он думал, ну, конечно же, зовите. Как все такие, все серьезные, зовите. Ну, я за своего, я за... Вот. И тут человек просто взял и прикольнулся. И он даже не ожидал этого. Вот, блин, вот понимаете, про что я говорю? То есть как бы... Тебе сегодня больше... То есть нет чувства интриги вообще никакой. И вот первый человек интригу это сделал, как бы, и этот так удивился, что ты что так отвечаешь, типа. Все запомнилось. Дим, Витя. Слышал. Он играл очень хорошо. Какие раунды тебе показались сильнее со стороны Вити, а какие со стороны Сереги? Блин, Серега очень много баллад играл. Это, конечно, очень здорово, но мне было даже немножко, ну, как бы скучно в процессе. У Витька самый крутой, он мне понравился первый. Ну, и третий. Да, но вот на этом строе у нас странном. Да, ебаться. Этот строй, да, он запатентован, больше никто не может его использовать, кроме нас. Ну, понятно. Короче, вот этот Дмитрий, это вот с канала Музон, да? Смотри, Дмитрий ты слышал? Дмитрий с канала Музон и Дмитрий я. Короче, вот он самое честное сейчас и дает интервью. Самое честное, вот на мой взгляд. Он просто вот, вот прям видно, что он говорит, как есть, типа. И это прикольно. Вот мне это сразу, как бы, интересно слушать, сразу как-то прикольно. То есть Дмитрий и все самые честные, как бы. Какие дела, ребят? Ладно, спасибо. Пожалуйста. Что там, интересно, Глеба Олейника что-то не показывали? Должны же что-то показать, что-то спросить. Интересно, он опять со своим джеком... А, не, он что-то же говорил там, что-то показывали, да? Что-то показывали чуть-чуть совсем. Интересно, он там с бухлом-то будет опять ходить, там вискарь свой бухать? Я вот думаю, можешь его на алкобаттл вызвать. Он онлайн алкобаттл, так сказать. Дмитрий Гапон против Глеба Олейника. Просто в прямом эфире, как это сделать? Типа, то есть, допустим, купить одинаковое бухло. Кстати, вот, да. То есть купить одинаковое бухло. То есть как одинаковое? Он пьет Джек Дэниелс. Значит, я куплю себе Джек Дэниелс бутылку. А он купит ту, которую я скажу. А я, например, скажу, да, там, не знаю, русскую водку, например. Ну, условно, да? И, короче, подписчики будут, допустим, донатить. И вот какой напиток задонатили, тот мы оба должны выпить. И вот кто дольше продержится на стрибе? Должен еще будет ведущий. То есть это нужно на констороннем канале делать, чтобы, чтобы, короче, мы уже будем совсем тупить невменяемые. Чтобы ведущий, короче, типа нас будил. Там или еще что-то. И, конечно. И, конечно. Гитарная музыка это скучно, ребята, не знаю Да все скучают Так, я для полей Давай что-нибудь вместе сделаем Вот, все, вместо вот этих баттлов мы просто вот возьмем и сделаем какой-нибудь совместный трек Давай, вот, что им придется делать Ааа, блин, сняли Все, сделаем Да, по секрету скажу, мы вообще должны были сначала с ним вместе баттлиться Это, кстати, профы, да, сто лет назад Я уже сказал, но ты подтверждаешь Это правда, это правда Ну, все у того, что я был просто в лютых турах, работах И, ну, у меня просто не было времени готовиться И как-то так вот, типа, не состыковалось, и все И, как бы, вот, сорян А я вот сидел и сдерживался, матом не особо ругался Думал, у них там все без мата ролик Я думаю, ну, тоже сделаю без мата, например А они тут вроде матом уже фигачат, ну, окей Ну, я вам хочу сказать, что их баттл был просто пиздец Спасибо Потому что ребята, ребята фигачат, дай боже Прошу прощения за матные слова Я вообще культурный человек Ну, вот эти пацаны умеют играть Спасибо Я тоже говорил Нет, то, что ты культурный, это заметно сразу Что интеллектуальный чувак Так что, как бы, это только дауны могут думать Что если человек ругается матом, значит, он какой-то бескультурный Что я с теплотой вспоминаю тот баттл, мы тоже снимали его Баттл очень крутой Вот реально, я недавно, кстати, я недавно сейчас, честно скажу, последний день готовился Так, надо посмотреть, что-то все делает, все делает Блин, я реально вот-вот смотрел на баттл ребят и типа, блин, вот, надо не хуже Вот прям, ребята фигачат, молодцы, крел Очень круто, у тебя башка вон качалась, все, что на ней лежало, качалось Ты прям укачивал и волосы Ну, короче, в любом случае, вроде весело было сегодня Было офигенно Я заметил такую странную штуку Второй раунд у вас как будто бы был в похожих тональностях Какие-то ходы были похожие, да? Причем даже мне показалось, что Серегин трек похож на наш трек пустой Ты заметил? Реально, я не знаю, совпадение ли это или что, но как бы типа Да-да-да, блин, это прикольно Мы, типа, признаюсь, на чеке слышали треки друг друга Вот, и, ну, типа, край муха Вот, пока там суета, все кто-то ходил Я такой, слышу, блин, гармония реально подходит Мы могли бы вместе просто сыграть Друг под друга Но это клево, это классно Это значит, какой-то общий концепт присутствует Значит, все-таки, типа, не зря мы сегодня вместе с ним собрались Можно сделать сплит, короче, песни На концерте сыграть ее Начало одно, конец другой Да и все, утек Не, как хочешь Вот, да, да, можно, можно Я прям, я тоже никогда, мне не казалось, что они похожи Но вот сегодня на баттле, видимо, бокала нет Не, гармонические реально похожи Все, и даже по первым трекам По рифам, по рифовой, господи, как сложно По-русски говорить Рифовой составляющей Какие-то вот, типа, мелодические и гармонические ходы Они реально у нас пересекаются, Серега, это клево Я немножко из другой стороны оперы Он из своей, как бы, темы Но пересечения есть, и это классно То есть, как бы, баттл все равно был такой тематический, скажем так Как тебе полученный опыт? Слушай, опыт крутой Я, честно скажу, волновался, монтражировал Особенно первый трек Вот, потому что, ну, блин, ответственность достаточно высокая Посмотрит большое количество людей Плюс, блин, ты видел кто в жюри Ну, то есть, такие топовые музыканты То есть, как бы, и так стрёмно Еще тут, здравствуйте И я такой, блин, пацаны, говорю, вы че? Ну да, мне кажется, мандраж по-любому должен быть То есть, это, как бы, действительно ответственность Потом ты понимаешь, что у тебя там все, значит Вот, каждый блогер сделает на это видеореакт И все будут обсуждать, говорить, кто где попал, кто где не попал, еще что-то Это просто Давай еще Стиму Майя позовем Вот, ну, типа, было стрёмно, но это классный опыт Я это как-то постарался перебороть Первый трек волновался очень сильно И поэтому намазал там, наверное, нормально Со второго уже, как бы, пошло, как к обычной концерт Вот, уже, как бы, типа, клево Я уже в движи, мне классно, я расслаблен Типа, играем, веселимся, а вот Секретный раунд получился... Странный Ну, я смотрю просто, Серега начинает, типа, заниматься угаром каким-то Я пытался, что будет, ну, типа, тупо, если я один, начну выполнять задания А я не умею шутить гитарой, как он Я там, ну, что-то, какие-то вертушки попытался изобразить Ну, получилось, как получилось Короче, ну, нормально Мне кажется, последняя, последняя часть была особенно смешная Ну, да Ты там уже начал, как будто, падлиться с олейником Ну, я, там уже какая-то герна Ну, в целом, что-то получилось Я надеюсь, это вырежут и оставят просто по три трека и последний И будет прекрасно Да, да, да Хороший, такой лаконичный, короткий батл Субтитры сделал DimaTorzok Еще секретный раунд, то есть олейник показывает и нужно повторить, типа Мы собираемся идти еще тогда Какие были сильные и слабые моменты у сегодняшних участников? Я думаю, Сергей брал земляной харизмой Вот А кучер брал напускным рывком Как мы подытожим сегодняшний вечер? Да все заебись, все как обычно Когда идет все по пизде Это же совокупность как раз несовершенств Которая так нравится людям Почему людям нравится ламповый звук? Потому что там много говна, которая то шкварчит, то булькает То, понимаешь, какие-то наводки, то рафио ловит И это нравится людям, вы понимаете? То есть людям нравится, когда другие люди обсираются Приятно смотреть на что? На то, как люди, на то, как огонь горит, вода Людям нравится, чтобы было по-настоящему Как бы приближенно к настоящему И другие люди работают А если еще и обсираются при этом То это полный восторг Так что я считаю, мы достигли цели Ой, скажите мне, а в чем была суть раунда Где ты вышел с гитары и играл Лики? Да я вообще хуй знаю, это он придумал А я думал, что они нахуярятся, короче, и будут мимо играть А они такие были трезвые и все равно мимо играли Все равно мимо, да, очень странно В итоге останется в монтаже, а ты не решил пока? Да, конечно останется, зачем я буду это вырезать? Пусть видят, как мы хуево играем Как у нас все хуево, пусть смотрят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, ребят, кого я нам выцепил под конец мероприятия Когда уже все разошлись Все съебались Как тебе сегодняшнее мероприятие? Оно прекрасное, если не считать того, что чек немножко затянулся Андрей Контузов, он сейчас сто пудов про сокола что-нибудь будет говорить В остальном все было просто мега охуительно И оба контестанта, скажем так, контестанта, как угодно Они были на охуенно высочайшем уровне Мы сегодня обсуждали то, что второй трек, который Витя играл, похожий на второй трек у Табачникова Абсолютно верно Мы тоже обратили на это внимание Еще на чеки И это, на самом деле, даже прикольно Потому что получается, что Ну, потом не будет такого, что Ну вот, кто-то там одни баллады ебошил А кто-то ебошил один там рок-н-ролл, пантеру и все говно И это, наоборот, здорово Мне кажется, что чем-то сеты Ну, если это можно так назвать По три песни были похожи Это классно абсолютно И, как сказать, рок-н-ролл А если бы был вокальный баттл, с кем бы ты схлестнулся? Ой, это хороший вопрос На самом деле, я даже не знаю У него такая прикольная манера говорить Как-то там Я даже так не спародирую Ну, просто такой Ну, прикольная какая-то Своя манера прям определенная Прикольно Кто бы вызвал меня, наверное, с тем бы и схлестнулся Все зависит, наверное, еще и от того Но был бы интерес в этом или нет Но на самом деле Мне кажется, Петр Сальников из Solar Dating был бы хорош А потом, кто еще у нас есть? Бывший вокалист The Sighters Тема тоже прекрасный чувак С Женком из 5DS с удовольствием Естественно, все это на добрых щах И исключительно с любовью Но чисто для развлечения публики Все же понимают, что это номинально только называется баттл Это никого не ебет, кто выиграл Главное, народ пришел, чтобы взять, угореть И отлично провести время Мне кажется, это и получилось Ну, хоть кто-то про это сказал У вас, кстати, скоро концерт будет? Да, 2 октября Спасибо, бро 2 октября в Crystal Hall Да, все приходите Зажжем пиздец Он вроде тоже по заявкам Так же, как тот, который был полторы, там, две недели 2 октября Это сегодня он был Азат в Питере, поэтому будет весело Будут и старые вещи То есть я снимаю React в тот день, когда у них вот этот концерт как раз идет Ну, не идет, он уже прошел, сейчас уже позже, но не важно И не старые вещи, новых пока что не будет, но над ними ведется активная работа И когда будет что объявлять, мы обязательно это сделаем Ну что, увидимся на твоем концерте? Да, обязательно, бро Локти это, конечно, главный панч Ну что, ребят, в принципе, все понятно Я не знаю, что они нам покажут уже сам баттл Что там смотреть Уже все посмотрели И у меня ощущение такое жесткое Что вот это видео интереснее будет, чем сам баттл гитарный Но посмотрим, как нам это покажут В общем, будем смотреть Либо на стриме, либо так же React я буду делать Не знаю, я бы хотел, конечно, на стриме его заценить Специально сделать стрим Может быть, прям в прямом эфире под трансляцию подгадать Когда у них будет трансляция Не знаю, в общем, посмотрим Все, ребят Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите ваши комментарии И заходите на мои стримы Всем хорошего настроения